Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Электронный больничный без визита к врачу и ПЦР-тестирование. Итоги еженедельного областного оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. В помощь детским организациям и приютам для животных. В Самаре продолжается акция вторсырье на благотворительность. Общий объем выданных в январе кредитов вырос, но количество автокредитов и ипотеки снизилось. С чем это связано, расскажем в новостях экономики. Сохранять бодрость духа и увереннее двигаться к достижению цели. Как найти хобби, а вместе с ним и смысл в жизни. Начали финал с победы. Волейболисты Новы дважды обыграли искру. В Самарской области за сутки зафиксировали 3815 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии – 250 441. Такие данные во вторник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Выздоровели за сутки 1711 человек, а всего с начала наблюдения из больниц выписались 209 265 человек, переболевших COVID-19. Болевших коронавирусом дольше 7 дней теперь выписывают без повторных тестов на COVID, а контактным больше не нужно соблюдать изоляцию. Об этом рассказали на очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Его провел губернатор Дмитрий Азаров. На этом нововведения, связанные с лечением COVID-19, не заканчиваются подробности в нашем сюжете. Теперь пациентов, переболевших коронавирусом в больнице или дома, выписывают без повторного теста на COVID-19, если они лечились 7 дней или дольше. Если же меньше, придется получить отрицательный результат теста. Об этом говорили на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его провел губернатор Дмитрий Азаров. Что касается контактных лиц, то теперь они могут не соблюдать самоизоляцию. Кроме того, с 6 февраля, согласно приказу Минздрава Российской Федерации, листки нетрудоспособности для пациентов с симптомами ОРВИ можно будет оформить дистанционно. Для этого нужно обратиться на горячую линию 122 или в регистратуру своей поликлиники. Сдавать ПЦР-тест в этой ситуации не требуется. На уровне нашего региона отработан регламент работы, который позволяет после принятия на единый номер 122 или регистратуру поликлиник звонка от пациента и отнесение его к легкому или средне-тяжелому течению без осмотра, поставить диагноз ОРВИ и, соответственно, назначить лечение также с применением дистанционных технологий. После этого в течение трех дней осуществляется с гадностью один раз в три дня обзвон пациента и при условии улучшения его состояния на седьмой день возможно также дистанционное закрытие листки нетрудоспособности. При этом людям старше 65 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также беременным и родителям заболевших детей в возрасте до 6 лет, необходим очный осмотр. Врача нужно вызвать на дом. Сейчас коронавирусом болеют люди всех возрастов. Чаще всего это школьники 15-17 лет, а также учащиеся младших классов. Что касается взрослых, то это по-прежнему работники сферы услуг. Существенный рост заболевания среди учителей. Амбулаторное лечение на данный момент проходит почти 100 тысяч человек. В стационарах 4 тысячи пациентов с коронавирусом. Кратно растет число обращений в контакт-центр. За неделю более 65 тысяч звонков. Отработать их помогают волонтеры-студенты. Хочу отметить, что волонтеры немедицинских университетов привлекаются работам не связанным с непосредственным контактом с больными коронавирусом. Как правило, такие студенты, то есть немедицинских специальностей, они работают в контакт-центре, заносят данные информационной системы, либо занимаются развозом медикаментов. Волонтером можно стать при возрасте старше 18 лет. Волонтеры работают в сутки не более 4 часов. Все волонтеры разбиты на 3 смены. Смены по 4 часа, как я уже сказал. И смена, все 3 смены, они с 8 до 8 часов длятся. Уровень вакцинации от COVID-19 в регионе не достиг планового. Сейчас привито 53% населения. Повторную процедуру прошли 44% жителей. За прошедшую неделю было привито чуть более 17 тысяч человек. Это почти вдвое меньше, чем на позапрошлой неделе. Работу по активизации темпов вакцинации Оперштаб поручил наладить в самое ближайшее время. Также члены штаба обсудили ограничения на проведение диспансеризации в отношении призывников региона. Их решили снять. 5,5 тысяч граждан призывного возраста смогут пройти медицинский осмотр в соответствии с графиком, который будет разработан Минздравом региона и военным комиссариатом. Тем временем в регионе продолжается вакцинация от COVID-19. Особенно важно сделать прививку пожилым людям, чтобы обезопасить себя от вируса. Как проходит процедура в Безинчуке, расскажут наши корреспонденты. Пенсионерка Галина Дорошкина более 30 лет своей жизни посвятила детям. Работала воспитателем в детском саду. Сейчас у Галины двое детей и трое внуков. Чтобы защитить себя и своих близких от вируса, женщина решила вакцинироваться. Первую прививку сделала осенью прошлого года. Весной готовятся к ревакцинации. У меня такая семья большая. Я должна пример давать своим детям, внукам. И я вакцинировалась. Я даже каждый год делаю прививки от гриппа. После вакцинации через месяц я сделала прививку от гриппа. Лариса Жмудова – соцработник. Вместе с Галиной Дорошкиной они занимаются творчеством, лепят из пластилина, рисуют, вяжут и практикуют лечебную гимнастику, при помощи которой разрабатывается мелкая моторика и логическое мышление. Лариса занимается с пенсионерами в группах и индивидуально. Рассказывает, как важно сделать прививку от коронавируса и показывает собственным примером. Сейчас она проходит ревакцинацию. Мало того, у нас уже идет активная ревакцинация. Вот, например, я в частности прошла ревакцинацию. У меня вот вторая часть будет 22 февраля. Я считаю, что важно, потому что, во-первых, вакцина – это выработка иммунитета. Чем больше народу вакцинируется, значит, у нас будет массовый у всех иммунитет. Вакцинация остается самым надежным средством защиты от коронавирусной инфекции, говорят медики. Кроме того, важно соблюдать и простые гигиенические правила, такие как мытье рук и использование средств индивидуальной защиты. Мария Левина, События. Более 7 тысяч тонн снега вывезли с улиц города за минувшие сутки. Устранение последствий прошедших снегопадов продолжается в круглосуточном режиме. Промежуточные итоги подвели на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Об этом и о планах на ближайшие дни расскажем в сюжете. Теперь детей с детского сада Наратнера родители будут забирать с комфортом. Парковка и проезд к учреждению полностью почищены от снега. Специалисты муниципального предприятия благоустройства в первую очередь выводят технику к социальным объектам, в особенности по тем адресам, о которых сообщают сами жители. Были обращения граждан, что не чищена парковка, проезжая часть. Здесь находится детский сад, который, конечно, функционирует. Всего за сутки на уборку снега в городе вышло 646 единиц техники и более 3,5 тысяч уборщиков, включая дворников. На спецприемнике вывезли на почти 7,5 тысяч тонн снега. Планы на ближайшие дни обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии, которое провел первый вице-мэр города Владимир Василенко. К четвергу синоптики вновь прогнозируют снег. Ожидается до 13 мм за сутки. До этого требуется выполнить как можно больше работ по всему городу. Коммунальщики продолжат вручную очищать тротуары и остановки общественного транспорта. Техника из дорог продолжит вывозить снег и расширять проезжую часть на улицах 2, 3 и 4 категории. Но на некоторых участках этому мешают брошенные автомобили, которые стоят вдоль дорог несколько недель или даже месяцев. Владельцев, так называемых подснежников, ищут с помощью управляющих микрорайонами или сотрудников ГИБДД. Просим сотрудников ГИБДД, чтобы они помогали нам в этом в части установления владельцев данных транспортных средств и путем созвона просим владельцев этих автомобилей убирать свои транспортные средства, которые мешают и уборке и движению транспорта. Если владельцы не найдут, то машину эвакуируют. Автовладельцев просят учесть это и переставить свои машины. Особое внимание и очистки скатных крыш. За минувшие сутки усилиями 102 бригад приведено в порядок 318 кровель. Еще 233 расчистят сегодня. Перед управляющими компаниями поставлена задача улучшить качество уборки внутриквартальных проездов, дворов и контейнерных площадок. Продолжается работа и в общественных пространствах, в парках и скверах, а также на набережной. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В помощь детским организациям и приютам для животных. В Самаре продолжается акция «Вторсырье на благотворительность». Уличные пункты приема работают в первые выходные каждого месяца. Но кроме того, в Самаре функционируют два центра, куда можно сдать вторсырье в любой день. Выручку направляют на благотворительность. Подробнее об экотрендах в репортаже Марии Левиной. Елена Романчева – одна из тех, кого сегодня называют эко-активистами. С осени прошлого года девушка консультирует людей в пунктах приема «Вторсырье» и выступает в качестве волонтера акции «Вторсырье на благотворительность». Я с маленьким пакетиком пришла, начала смотреть, как это все происходит. И постепенно с перерывами возвращалась. Первые попавшиеся пакетики из-под хлеба, возможно, какие-то тюбики. Подходила ко всем, спрашивала, что, куда. Было много народа. Меня тогда, конечно, это очень впечатлило. Я замотивировалась, когда увидела, что люди реально горят этим. В Самаре ежедневно функционируют два центра приема на седьмой просеке и улице 22-го партиезда. А также несколько точек разворачивают на улицах города раз в месяц. В минувшую субботу работали девять таких уличных пунктов. Если волонтеров собирается больше, то и количество адресов сборов торсырья возрастает. Акция по приему в торсырья проходит каждый месяц в первые выходные. На этот раз начали принимать и обычные магазинные чеки. Оказывается, их нужно правильно утилизировать. Мы не смогли пройти мимо и тоже решили поучаствовать. Отдельно сортируют не только магазинные чеки, но и транспортные билеты, отпечатанные на термобумаге, которая одновременно с обычной бумагой или картоном не идет в переработку. Весь мусор в пунктах приема разделяют по фракциям. Отдельно пластик, бумага и ткань, стекло и многое другое. Всего порядка 50 различных фракций и, соответственно, мешков и коробок, которые заранее подписаны, чтобы у горожан не возникало сомнений, куда и что складывать. Сдать можно весь хлам, который завалялся в доме. Здесь и зубные щетки, и ручки, и даже зонты. Это безусловно нужно. Это спасает нашу планету, в том числе от загрязнения мусорного. Сейчас существует множество видов переработки, и торсырье впоследствии может быть повторно использовано, и нет смысла производить новый пластик. В среднем на переработку вывозится 6-7 тонн вторсырья. Это результат только одной такой акции. За четыре года реализации проекта собрали более 330 тонн. Более половины из этого объема приходится на прошлый год. Всю выручку направляют на благотворительность, помогают, например, детским организациям и приютам для животных. Кому направить средства выбирают сами жители города путем голосования в социальных сетях. Ежемесячно определяют троих победителей. За четыре года на благотворительные цели передано почти полтора миллиона рублей. Две третих этой суммы удалось собрать за прошлый год. Запрос все-таки на такую экологию, на то, чтобы не оставлять вот эти горы мусора после себя. Во-первых. Во-вторых, у общества есть запрос на благотворительность. Людям приятно делать доброе дело. Почти все собранное увозят не на полигоны, а на заводы по переработке. Часть данных вещей попадает на отдельные полки хранения. Книги, статуэтки и другие интересные предметы имеют шанс на вторую жизнь. Сортировка отходов становится неотъемлемой частью жизни современного человека, который заботится о состоянии окружающей среды. Раздельный сбор отходов помогает выделить перерабатываемый и пищевой мусор, тем самым облегчая работу предприятий. Такую инициативу поддерживает и Самара. В конце прошлого года для города было закуплено 1203 металлических сетчатых контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Это стало возможно благодаря государственной поддержке и национальному проекту «Экология». Контейнеры установят на улицах города в этом году. Мария Левина, Константин Головин. События. Эфир продолжит новости экономики. Расскажет о них Виктория Шарая. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. На фоне роста числа кредитов в России снижается количество обеспеченных займов. Как это объясняют аналитики? Все очень просто. Если раньше покупали квартиры и машины, то сейчас людям нужны деньги. Общий объем выданных в январе кредитов вырос, но количество автокредитов и ипотеки снизилось. Расскажу подробнее сразу после курса валют. Рубль в России немного укрепился. На вечерних торгах московской биржи плавно понижающийся курс доллара приблизился к 75 рублям. Курс единой европейской валюты тоже понижался, направляясь в сторону 86 рублей. В итоге курс доллара на 9 февраля составляет 75 рублей 30 копеек, евро 85 рублей 89 копеек. Нефть марки Brent торгуется на отметке 92 доллара 85 центов за баррель. Объем выданных населению кредитов в январе 2022 года оказался рекордным для этого месяца – почти 914 миллиардов рублей. Этот результат на 23% превысил показатель января предыдущего года. Однако по количеству выданных обеспеченных кредитов произошло явное замедление. Так в январе было выдано 95,5 тысяч ипотечных кредитов против 96 тысяч кредитов в январе 2021 года. Помимо этого банки выдали 59,5 тысяч автокредитов против 63 тысяч кредитов год назад. Однако из-за продолжающегося роста цен на недвижимость и автомобили объемы выдачи резко выросли. Так средний ипотечный кредит вырос за год почти на 27% до почти 3,5 миллионов рублей. В результате общий объем в ипотеке вырос на 26% до 331 миллиарда рублей. Средний чек в автокредитовании превысил на 39% показатель января 2021 года и достиг 1,3 миллиона рублей. Общий объем выданных автокредитов составил 78,5 миллиарда рублей, превысив прошлогодний результат на 32,5%. Минэкономразвитие пересмотрело прогноз по темпам инфляции в России в 2022 году и повысило его с 4 до 5,9%. Отмечается, что в сентябре 2021 года президент Владимир Путин поручил Кабмину до 4 февраля уточнить прогноз социально-экономического развития, который учитывает в том числе показатели инфляции, чтобы оценить изменения основных параметров федерального бюджета на 2022-2024 годы. Сообщается также, что обновленные оценки переданы на рассмотрение в правительство. Ранее аналитики предсказали, что Центробанк повысит ключевую ставку до 9,5% в феврале. Специалисты напомнили о продолжающемся росте инфляции, которая в последнюю неделю января ускорилась до 8,8% годовых. Но регулятор давит слабеющий рубль, а также высокие ожидания относительно дальнейшего роста цен. Цены на продукты вне сетевой розницы в России в январе выросли в годовом выражении на 10%. Больше всего за год подорожали гречка, пельмени и сосиски. При расчетах рассматривалось 523 товарных наименований из 71 ключевой для традиционной торговли продуктовой категории. Цены на гречку за год выросли на 24%, на сосиски на 22%, на пельмени на 21%, на пряники и вафли на 18%, пюре и лапша быстрого приготовления подорожали на 17%, сигареты выросли в цене на 14%, алкоголь на 4%, как и непродовольственные товары повседневного спроса. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Ученые утверждают, что одна из базовых потребностей, в которых нуждается человек – самореализация и признание у окружающих. Когда мы чем-то увлечены, то стараемся добиться в этой сфере большего, показать остальным свои результаты, получить поддержку. Такой импульс помогает сохранять бодрость духа и увереннее двигаться к своим целям. Как выбрать дело по душе, расскажут наши корреспонденты. По образованию жительница Самары Ольга Яковлева – медсестра. Около пяти лет проработала в больнице и, говорит, привыкла к жесткому ритму. А когда стала мамой и ушла в декрет, появилось свободное время. Ольга увлеклась мыловарением. Это у нас будущий скраб Рафаэла. Здесь у нас мыльная основа твердая, сахарная основа для скраба масла, кокоса, витамин Е. Все началось со случайного просмотра ролика в интернете, после чего Ольга решила постичь все азы процесса. Изучала видеоуроки, потом окончила курсы и получила сертификат. Так хобби превратилось в работу. На создание такой мыльной фигурки у рукодельницы уходит около часа. Среди самых часто встречающихся хобби можно отметить такие, как рукоделие, рисование и музыка. Это доказывает опрос в социальных сетях. Творческих людей несложно заметить в толпе. Отличаются они особым подходом к своему делу, да и к жизни в целом. Буковки все. Это как, знаешь, такие, вот буква А, пухленькая балерина. А, Э, У. И сразу голос звучит, он открывается. Когда детство прошло за кулисами, творческий путь – единственно возможный выбор, смеется Галина Митиркина. Она была певицей, выходила на сцену, а сейчас сама учит петь всех желающих и оценивает тех, кто выступает перед публикой. Галина входит в состав жюри международных вокальных конкурсов. Проводник многих людей, которые хотят попробовать себя в музыке. У меня некоторые говорят, что, ой, я вот маленькая была, и вот мама меня не отдала в музыкальную школу. Я говорю, да то что? Да ничего не потеряно. Тебе 40, не 140. Пожалуйста, давай, пой, пляши. Ты сейчас можешь это сделать. Не надо обижаться на маму. Это не надо делать. Сейчас надо брать и заниматься. Уже более четверти века на сцену выходит и народная певица Клара Корнилова. Вокал полюбила еще в детстве. Говорит, о выборе жизненного пути даже и разговора не было. Это будет вечно, как и любовь, музыка. Потому что это наши корни. Как мы любим своих родителей, свою родину, свою землю. И, наверное, песни, вот это наша история. Понимаете, наша музыка. Она у нас в крови. Психологи отмечают, превратить хобби в работу удается не всем, но тем, у кого получается, можно только позавидовать. Такие люди гораздо счастливее, у них реже портится настроение. Это разновидность деятельности человека, которая приносит ему удовольствие, который он занимается на досуге, который сопровождается положительными эмоциями. Соответственно, психологически, эмоционально хобби очень важны для человека, потому что оно делает ярким жизнь человека и вызывает положительные эмоции, помогает избежать стресса. Психологи утверждают, что хобби есть у каждого человека. Другое дело, что у одних оно конструктивное и приносит пользу, у других же, напротив, разрушающее или бесполезное. Например, полежать на диване со смартфоном в руках – это тоже хобби, но деструктивное. Однако встать на путь развития можно. Для этого нужно заняться самодисциплиной, скорректировать режим дня или даже недели и четко следовать плану. Бывает и так, что хобби меняется с момента знакомства и начала общения с новым человеком, который способен увлечь творчеством. Однако рассчитывать и надеяться на других не стоит. Лучше брать жизнь в свои руки и начинать заниматься интересным делом прямо сейчас, уверены эксперты. Мария Левина, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События. Волейболисты «Новы» начали борьбу за звание чемпиона высшей лиги А. В финальном раунде новокуйбышевцы стартовали с двух побед над подмосковной «Искрой». Подробности встреч расскажем в рубрике новости спорта. Волейболисты «Новы» к финальному этапу чемпионата России высшей лиги А подошли с хорошими результатами. В своей группе «Восток» волжане завоевали первое место. Вместе с ними в финальный раунд вышли «Динамо-Челябинск», «Локомотив-Изумруд» и «Кама». Игры с этими командами автоматически пошли в зачет финального этапа. Таким образом «Новы» стартовала, имея в активе восемь побед и четыре поражения. В финале команды из группы «Восток» сыграют по четыре раза с квартетом лучших команд из дивизиона «Запад». По результатам этих встреч определятся две лучшие команды, которые сыграют за титул чемпиона высшей лиги А. «Нова» начинала финальный раунд двумя домашними играми против «Подмосковной Искры». Стартовая партия первого матча получилась равной. Обе команды пытались играть надежно, не совершая невынужденных ошибок. Но в концовке сета «Нова» все-таки дожала соперника 25-21. Во втором сете равенство держалось до середины партии, а затем хозяевам удалось сделать значительный рывок 25-14. В третьей партии в какой-то момент в действиях «Волжан» пропала уверенность и лидерство ускользнуло из их рук. В концовке партии «Искра» увеличила свой отрыв, но новокуйбышевцы не бросили играть и почти спасли сет 23-25. В четвертом сете «Нова» не стала повторять ошибок, из первых розыгрышей ушла вперед. Победу в партии и матче новокуйбышевцы отпраздновали при счете 25-15. Во втором матче игроки «Новы» не позволили сопернику взять ни одной партии. Самым напряженным получился второй сет, большую часть которого счет был равным, но хозяева в решающий момент не совершали ошибок. Итог 25-13, 25-20 и 25-18. 3-0. Уверенная победа «Новы». «Будем готовиться дальше от игры к игре, будем стараться добавлять и к концу сезона уже действительно демонстрировать не временами, а на стабильной основе командный, дружный и качественный волейбол». Сейчас «Новы» на втором месте в итоговой турнирной таблице. У них 29 очков после 14 игр. Впереди две выездные встречи в Раменском против ЦСКА 12 и 13 февраля. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС в Телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...